теперь создадим таблицу покупок таблица патч с опять я возвращаюсь в созданную уже готовую базу и захожу в таблицу патч с смотрим ее структуру из чего состоит данная таблица первое поле айди идентификатор строки далее идет поле ордера ди в котором будем помещать айди заказа которому привязанные данные покупки далее идет продукт айди то есть идентификатор продукта у нас есть таблица продукт есть там модификатора и соответственно определенному заказу соответствует определенные продукт да вот предположим здесь заказ заказ номер nc предположим да и данному заказу соответствует продукт сайди 12 соответственно здесь у нас точно так же это будет и определяться То есть, Order ID будет равен Endset, продукт ID 12. Если здесь два продукта, то, соответственно, следующий продукт, скажем, 14 будет, тоже Order ID. Следующая строка будет Order ID Endset, продукт ID 14. Ну и, соответственно, цена, по которой был куплен продукт, так как цена у нас тоже может меняться, соответственно, нам нужно логировать вот эти вот покупки, записывать ту цену, по которой был продан продукт. Так как, предположим, вы захотите посмотреть за прошлый месяц, да, если вы не логируете записи, то вы не сможете узнать, по какой цене вы продали тот или иной товар. Поэтому необходимо логировать. И поле Mount – это количество единиц проданного товара. Все просто. Итак, точно так же, по аналогии с предыдущим действием, мы сейчас создадим такую же продукцию, такую же таблицу в нашей рабочей базе. Итак, я перехожу на вкладку Export. Оставляю структуру, убираю галочку AutoIncrement, убираю галочку Данные, убираю галочку Сохранить файл, нажимаю ОК. И получаю структуру таблицы. Копирую это. И перехожу в нашу базу, перехожу на вкладку SQL и вставляю данный код. Итак, пробежимся. Create Table, создать таблицу IfNotExist, если не существует таблица Patches, покупки, таблица покупок. И добавляю следующий код. Поле ID, тип Integer, NotNull, AutoIncrement. Поле Order ID, тип Integer, NotNull. Поле Product ID, тип Integer, NotNull. Price, тип Float, NotNull. Amount, тип Int, NotNull. При моряке у нас будет поле ID и далее идет рабочая информация. Нажимаю ОК и у нас создается новая табличка. Готово. SQL-запрос успешно выполнен. Перехожу в нашу базу MyShop и вижу нашу замечательную табличку. То есть две таблицы, которые нам были нужны, у нас созданы и готовы к работе. Если вы не знакомы, либо плохо знакомы с реляционными базами данных, советую вам почитать, что такое реляционная база данных, так как я здесь углубленно в это не вдаюсь. Но тем не менее, даже если у вас этих понятий нет, если вы проделываете те действия за мной, сейчас на текущий момент вам может быть что-то непонятно, но когда мы будем заполнять данными и делать выборки из этих таблиц, уже вам станет ясно. Так что не пугайтесь, если в текущем уроке вам непонятно. В дальнейшем с практикой вы научитесь этому. Но есть такой нюанс. Если все делать на практике, да, у вас практика будет отлично, вы будете все это понимать, но тем не менее, теорию тоже нужно читать. То есть нужно бомбить знания с двух сторон, и из теории, и из практики. Итак, следующий шаг. Следующий шаг нам потребуется создать модели, для того, чтобы мы начали осуществлять запросы к этим таблицам. Переходим в NetBeans, переходим на вкладку Models, и создадим два новых файла, две модели для наших таблиц. Создаем нашу первую модель для таблицы Orders. Кликаем правой кнопкой мыши по папке Models, выбираем новый, выбираем файл PHP. Даем имя, это будет у нас Orders Model. Сохраняем так же, как у меня, O с большой буквы, M с большой буквы. Убедимся, что папка у нас текущая Models, и PHP нам в конце добавляется. Нажимаем на кнопочку «Готово». Итак, модель для таблицы Orders у нас создана. Теперь создаем следующую модель для таблицы покупок. Точно так же правая кнопка мыши Models, выбираем новый, выбираем файл PHP, даем имя, Patches Model, папка у нас Models, и нажимаем кнопочку «Готово». Готово. Patches Model у нас создана. Мы готовы к продолжению наработки функционала о том, как записать наш заказ, зафиксировать заказ в базе данных. На этом видеоурок закончен. С вами был Дмитрий Афанасьев. До встречи в следующем видеоуроке. И домашнее задание. Домашнее задание. Почитать о реляционных базах данных, о том, как у нас таблицы друг с другом взаимодействуют, и для чего это нужно, для чего, почему мы сделали именно две таблички, а не одну табличку, что такое избыточность данных, и так далее, если вы этого не знаете. Мы это все сделаем на практике. теоретически вы это все должны будете понять, но тем не менее, практика практикой, но теорию читать нужно. Все, спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok